Алло, готаравище, с вами Супергет, и сегодня у нас новая серия Тинни-Буни. Возвращаемся обратно в зайчика. Мы вышли с тобой на улицу, обманув мать, осуждаю это. Но мы с тобой ворвались с тобой на улицу, чтобы расследовать дело, куда пропал восьмилетний... Ну, не восьмилетний, какой мальчик? По имени Вова. Мы его ищем в лесу, он потерялся, естественно, мы не потеряемся в лесу, потому что мы альтернативно одарённые. Я открыл калитку и вышел в поле. Осторожно, чтобы мама не увидела меня из окон. Когда я преодолел половину пути леса, сугробы доходили до колен, вспомнились точные страхи. Прямо я здесь, я видел все силуэты. Здесь они кувыркались, прыгали, хороводили. Музыка заиграла в подсознании, гипнотизирующая, влекущая. При свете дня те далёкие фигуры казались просто сном. Солнце испепелило кошмары, но оставалось послевкусие, отдалённый звон в ушах. Изломанные тени, ползущие передо мной в снегу. И чуть слышный шёпот в голове, неясный, почти ласковый. Ля, скотына, не надо только мне пугать, не надо, дядя. Ля, следы, ну вот оно, вот оно, всё, смерть. Я вздрогнул, просто на вождение и насмотрелся. Сразу напоминать тебе я читать не умею. Только белое, поле и ветер, что гоняло по снегу ледяную пыль и хвосты пороши. Шурясь от солнца, я смотрел лес, где царил мрак. На фоне слепительной белизны он был необычайно тёмен. Узловатые корневища заменились под снегом. Пряное листво и хвойные иглы вмёрзли в лёд. Да за шо? Малец потерялся. Вот так вот бежишь, Ля, думал там кто-то вышел, уже испугался. Вот так вот бежишь. Тебе с самого начала по хлебальничку прилетает эта верёвка. Какая верёвка? Чё и низок? Эта ветка сначала по хлебальничку тебе прилетает. То есть там должно быть всё в крови после этого. После такого удара. И вот так вот варежка висит на дереве. Да-да, я, конечно. Нет, это лисы туда повесили его. Они как бы намёк. Небольшой то, что скотыны. Если кто-то следующий сюда придёт, вот это вот ожидая следующего чела. Сухие колючие ветки переплетались, навеивая неуютные мысли о решётках. Защищая ли они лес? А ты ничего не скажешь насчёт варежки. Или наоборот удерживать нечто внутри. На одной из острых веток что-то висело, неожиданно появилось у него в голове. То есть он ушёл дальше от дома, чтобы не видно было, чтобы его не видно было из этого. Из дома. Но его видно из двери. То есть сейчас мать быстро увидит то, что работает нормальный телевизор. Она вернётся обратно на кухню, видит чела нет. Она у тебя в голове родит мысль, что скотына ворвался во двор. Он подлец. Выходит смотреть в дверь. И вот он стоит. Прямо сразу. Прямо перед дверью стоит. Перед лесом. Милиционеры, которые приехали на уасики, показали тебе фотографию. Чел, что типа потерялся мальчик Вова с котом где-то в лесу. Уезжают. И не видят, что чья-то варежка висит на ветке. Они такие, да и ладно. Вот поэтому, может, он так и смотрел на меня. Потому что я его спрятал в лесу. Естественно, это же мой лес. Мои травинки, мои лесинки. Увязываясь угробок, я ворвался ближе почти к самой границе леса. И увидел вязанную варежку. Точно раненая птица среди изголодавшихся потёмок. Может отнести её милиционерам. Так им похрен они уехали на уасики уже. Ты ближайший отдел РУВД хрен столько лет, бушеска, чел. Их старший, хоть и выглядел угрюмо, напомни мне капитана Казанову из моего любимого сериала «Улицы разбитых фонарей». Казанову? Серьёзно? Да он больше дуга леса напоминает, нежели Казанову, чел. Камон. Также полный тревоги, с усталым взглядом, но при этом храбрый и сильный. Поможет ли варежка найти пропавшего мальчика? Вова! Послышался далёкий крик, кажется, у реки. Вова! Словно за деревьями звали кого-то. Наверное, Вову. За деревьями кто-то стоял. Хоронился. Вова! Ой, я Боба, не надо. Мне сейчас съедят, по-моему. Я понимаю, что, скорее всего, кто-то ещё пропавшего мальчика, но всё же. Было что-то странное в той фигуре. Ой, сейчас придёт. Ой, кто-то придёт, по-моему. В её неподвижности, в каком-то, как она неестественно клонилась к земле. Какая фигура? Никого не вижу. В всё её черноте. Осуждаю. Там никого нет, лишь ветки и корни. Просто моё воображение. Крылась из виду. На секунду я отвлёкся. Кто-то вновь посмотрел на то же место. Фигур уже не было. Ой, Вова. Ой, померещилась. Долго, очень долго стояла. Не надо. Ой, 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 Вова. Мускулы мои были напружинены. Сердце грохотало в горле. Любой шум. Малейший намёк на движение. Шёпот из чешёбы. Я прошусь бежать. Я уже побежал. И сейчас ничего не происходило. Я бегу. Я уже побежал. Я вновь посмотрю на варежку. Чё, не, пойдём возьмём. Я смелый, чёл. Беру. Яду, беру. Я принял решение снять одну варежку с ветки. Поэтому в следующий раз, когда милиционеры приедут шмонать мою квартиру и найдут эту варежку маленького мальчика, меня посадят в тюрьму уже точно после этого. О, не надо, дядя. Ой. Кто? Вова! Да я не Вова! Молодые люди. Я пропустил случайно, я не хотел. Да дай, заберу я. Шагнув к ощетине в 60 деревьев, я попытался снять свою охотку. Я иду. Она не поддавалась. Да в смысле, не поддавалась, она на соплях висит, чёл. Я поделился сильнее, ветка хрустнула. Варежка, хэ, сейчас выучим звуком, оторвалась от сучек. И это, я с нас у меня в руках. Слишком тяжёлая, мокрая. Я не можно жалую, ни на снег, только с рукой постою её, что-то тёмное. На сугромо заглубился пар. О, не надо. Да ты шо? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, молодой. Ну вот я же сказал, что кровь должна была остаться на ветке. Я замер с отвращением, разглядывая ладони. Красные. Тресковые так вторгся в наступившую чашу. То есть там огромная варежка, полная крови. И милиционеры такие. Мы поехали, мы к себе домой. Не раздумывая, я бросился бежать прочь. Да я попосрался уже заранее. Кто-то мчался из темноты, ломаясь, синик стремительно сокращая расстояние. Ноги ввязали в снегу, околова металлась, как безумные мысли. Сейчас хватит, сапают, утащат чащу навсегда. Но был другой голос, наверное, голос разума. Он придавал сил и ускорял бег, ну как братан. Тебя, конечно, поймают, ну пожалуйста, притопи на кашеточку, да? Ты можешь, не останавливайся. Последний разнулся звериный рык. Такой громкий, что я шучу заложила. Чел, у тебя шизофрения, что ли? Казалось, рыщить не одна голодая тварь, а целая стая. Тянет тоздрями морозный воздух и чует мой страх. Сверху захлопали две гигантских крыла. Огромная темпь пронеслась, от головы что-то заухало и захрипело. Смерть уже рычали со всех сторон. Из сухого малиника перекручены ели, и даже из-за бурелома. Вырывал ногу из тухлой ловушки, чтобы попасть в следующую и более глубокую. Я продолжал тонуть. Погружался глубже и с каждым отчаянным рыком. Разве снег умеет их держать? Да снег всё умеет. Чел, он способный чел. Из-за бурел от ужаса, сообразил, что это не снег. Что-то кто-то в Собровой схватил меня за штанину. Я собрался, сел в кулак и ринулся вперёд. Давление исчезло. И ботинок выскользнул из ямы, подошва откунулся от твёрдой поверхности. С огромным прыжком я достиг расчищенной тропинки, я очудился, помчался к дому. И мать такая, да всё хорошо, ничего не слышно, телевизор стоит чьи. Йоу, грумый фасад уже оказался не таким враждебным. Чё, ты был в пяти сантиметрах от дома, куда ты бежишь? Если бы у меня такая хрень за мной была, я стоял в десяти метрах от дома, я бы уже в доме был за всё это время. Дом был последний защитой хлопающих крыльями тени и ползущих по стекам существ. Я споткнулся в порог и врезался в дверь. Ты не выживешь, мужик, ни в школе, ни в жизни. В попыхах различал на ней царапины, словно пёс бил лапами по дереву, требуя, чтобы его пустили покреться. Уходя на плагу, я не заметил этих глубоких рытвен. Сук сердца в ушах заглушал прочие звуки, я не слышал, идёт ли кто за мной. Если оно, оно уже во дворе, а мама заперла дверь, видя то, что её сын ушёл, хотя она сказала ему не уходить. И там какие-то злобные демоны ходят на улице. А ты как? Закрой дверь. Захлюбиваешь страхом, я тёрнула ручку, та покорно поддалась. Я валился в коридор и тут же захлопнул дверь. Доски крыльца тихонько запищали, то преследователи поднялись по ступенькам. Конечно, преследователи по ступенькам прям поднялись по стучальку. Добрый вечер, открати дверь, пожалуйста. Мне соскальзывали пальцы, и как и получалось защёкнуть замок. Сисусу бы я тёрнул железный набалдашник, загоняя запор в приёмы планки. Мужик, я, конечно, не хочу тебя очень сильно расстраивать в твоей жизни, но если демоны прибежали и пару раз постучат в дверь, и вот этот вот чёткий замок, который, наверное, на Форт Доксе стоит и золотые слитки охраняет. Они, наверное, всё-таки выбьют эту дверь. Ну, хотя они тебя за ногу не смогли задержать, поэтому я не знаю, смогут ли они разбить дверь. У тебя есть обычные, нестеклопакетные окна. Плюнь! Она уже раздолбится, вместе с рамой вылетит с петлями оттуда. Поэтому они, по-моему, догадаются, как зайти к тебе в домой. Я таращился на дверь, за преградой толкой, жалкой бесполезной одеяла кто-то стоял. Ну, в глазок глянь. Хлипкое дыхание проникало в дом и накатывало волнами. Отчётливо пахло хвоей и потом. Мама, вгляну из кухни, бесстрастным голосом, каким часто говорила с отцом, отчеканила. Что конкретно? Тебе не ясно? В просьбе не хлопай дверьми. А то, что я вернулся из леса живой, тебе никак не пороляло, мать. Я случайно. Я покатился на дверь, запах исчез, вместе с ним и дыхание. Если там и вправду кто-то дышал, здесь, в пяти метрах от мамы, страх понемногу ослабевал. Таю, как снежок в тепле, а вместе с ним и остаток сил. Ага. Ноги поддрогнулись и уперся в тяну, чтобы не плюхнуться на пол. Вдруг мамина лесу изменилась. Лезяная маска строгости и отстранённости мигом слетела. Мама стала такой же, какой была до всех этих ссор. Она видела моё состояние и облюбленные грустями снега мокрые штаны. Я тебе что говорила, а? Чтобы ты дома сидел. Она даже не даст люлей за то, что я вышел на улицу, да? Спасибо, хоть за это. Я и для тебя пустое место. Да камон, чел. Ну вот ты, ты хотя бы не начинай это. Я испугался, что она расплачется. Потянулся к ней, как в детстве, когда просился на руки. Но мама успокоилась и вновь стала прежней. Глаза ее блестули, стали у него зазынён. О, а те сигареты пропали. Да, это я на улицу ходил курить. Ты видишь, какой я запыхавшийся на всю пачку зашмалил сейчас за снегами? Разнавайся, ты их стащил. Курить бегаешь. Я в окошко постоял покурил. Не, я специально придумал гениальнейший план. Просто многоходовочку великолепную, чтобы сводить её, чтобы она пошла чинить телевизор. В этот момент я надеваю полное обмундирование. Бегу в лес курить. Да? В этот момент я возвращаюсь обратно, и она меня ловит. Ну так понюхай меня. Если я курил, значит, от меня должно сигаретами было нести. Если я тогда пошёл. Или я вернулся, думаю, да не, я не буду что-то курить. Полностью оделся. Обманул, мать. Вышел на улицу, думаю, да не, я не буду курить. Вернулся обратно. Именно так всё и было, мать. Читаешь меня как открытую книгу, если честно. Там, там за мной кто-то гнался. Я думал, меня... А то, что у меня руки в крови как-нибудь не изорляют этот победа. Пытался всё объяснить, но и начал взрекаться. Слезы поступили в горло. Мама склонилась и обнюхала меня по звериному, выискивая запах табака. Ну и... Потом кура прищурили, если доверием посмотрела во двор. Тут же изменившаяся в лице приклала рот ладошкой. Да ладно, демоны. Вон же они. Прямо у забора. Кто? Сердце лихорадочно забилось, будто я был собачий, и загонщики преследовали меня в поле. Кто они-то? Я готов был поклясться, что снаружи кто-то скрёпся дверь, точь-в-точь, как в моём кошмаре. Кто они-то, мать? Ты чё, сумасшедшая, что ли? Мама поманила меня пальцами, кое-как, добравшись смелости, выглянула в кухонное окно. А, это она, она рофлет, наверное, да? А нет, собаки рили. Сквозь зимние узоры на стекле были едва различимы косматые силуэты, барахавшиеся в снегу собаки. Всего мелкая створа дворняк без имени хозяина, лишь излитка напоминавшая голодных страшил, живущих у кромки леса. Как будет классно ходить в школу с этими друзьями. Божечки, ты их испугался? Да они сами тебя перепугаются, Антон. Так а чё ты так, это, скрикнула там, мать, ты чё, издеваешься, что ли? Они гнались за мной, словно за зайцем. А вдруг они бешеные? Улыбка медленно исчезла с маминого лица. И теперь мама смотрела по-другому, слово впервые видела этих собак. Они нападут на Олю. А на меня, так это нормально, меня они испугаются. Это вон какой здоровый, да, мужик? Я их, если что, возьму вот так вот свои очки, сниму с лица. После этого направлю на солнце, вот так вот, через призму. Ну да, и призму, я их сожгу после этого. Вот это ты, конечно, шаришь на 100 ходов вперёд, мать. Мам, я бы твой отец их всех перестрелял. Так блин, чё ты тогда говорила, то что, а как, эти собаки нас всех испугаются. Вон там, конечно, кого-то пацана съели в лесу уже. Варежку только повесили на этот, на дерево этого парня. Мама, они живые. А что, ты уж определись, они тебе друзья или враги? Пацан, по факту, да? Мама хмыкнула, а мне сделать невыносимо обидно. Да так, что я прикусил губу и оставился затянутый паучьими тюнётами угол. Да? А, ну, нет, это не то. Мда, сыщик из меня никудышный. Я рисковал, а я не жизнью перед чудовищными монстрами, а своими брюками и перед блохастой шайкой глупых дворняк. И ради чего? Осталась мне эта варежка. Ну, конечно. В руки чавкнула тёмная липкая рукавица пропавшего мальчика, с которой, как оказалось, я не расставался всё это время. Вот мой козырь настоящего детектива! Я постучу предъявить улику маме, а её не было, я её выронил, да? Мам, смотри, это Вовина варежка. Откуда ты знаешь, что... Вот она вся нахрен пропитана кровью, абсолютно. Почему, когда она висела на дереве, там ни капли крови под ней не было? Физика же должна работать, когда она висит на дереве. Ну, того, про которого утром милиция спрашивала. Ага. Она вся в крови, на дереве висела. Вон там, могу показать. А, сейчас она подходит, и она исчезает у меня из руки. Привет, шизофрения, да? Давай в улицу скорее позвоним. Как нас участковый просил. Мам, гляди. Фу. В смысле, фу? На скрывающейся мамином лесе появилось тень недоверия. В смысле? Какого? Я вышел на улицу, говорю, нашёл варежку, висит на дереве, вся кроваваяльная. Пацан в оба сдах, скорее всего, мучительной смертью. Его съели там в лесу, хотя там крови вообще нигде не было. Как мы найдём его после этого? Фу. И недоверие какое-то в лесу. Нет, это я вышел вот за 5 секунд. Когда он пропал, вышел его там в лесу раздел, и варежку кровавую придётся тебе, мать. Как трофей. Словно вспоминаю о чём-то давно забытом. Так люди пытаются с вами сомн, но образы ускользают. Ну-ка, прекрати сейчас же. Ты чё, Рафлан, что ли, пожилой? Я не могу понять. Какой прекрати сейчас же? Он тебя услышит, с ума сойдёт. Я сейчас ментовку позову, мать. Ты чё-то скрываешь, по-моему? Она и так муспит. На всё подряд жалуется. Мать, крова... Кровяная. Ещё и ты со своими шуточками. Где я кровь нашёл, по-твоему? Я сама кудам разделал на улице? А-а-а, ну ты как-то и сказал. Ну понятно. Теперь я видел, чтобы кровавочка была от снега. Ну вот так я, блин, и... Я шизофрения, ладно. Никакой крови. От стыда хотелось сквозь землю провалиться. Иди сюда, паникёр. А, может, я пранкер. Может, я молодой пранкер. Она там ружьё зарядила, что ли? Что это за звуки были? Да не стой с толпом. Вот, таблетку на. Быстро пей. А, ну ты сюда это, как его называют? Антишизоидное. На мою ладоню упала золотистая пилюль, напоминающая мёртвую осу. Не, реально шизо какая-то. Я уже пил сегодня. За завтраком. Ну ещё одну не помешает молодой. Попререкайся мне ещё. Сказала, дома сидеть нет же. Был бы отец выпорол. Сейчас же выпей, а то ночью не уснёшь. Тебе ведь в школу завтра. Ну то есть шизофрения. У младшей дочки. Вот это вот чела шизофрения. И чтобы не было шизофрении, придёт батя и выпарит. По-моему, после этого вылечится, пацан. Сто процентов. Пришлось прогротить горькое лекарство, запив его не менее противной водой с привкусом хлорки. Может, это была и не Вовина рукавичка? Может, и не рукавичка вовсе. Как и чудовище из весу. И Олина сова. Я схожу с ума. Таня, молодой, всё хорошо. А, вот оно. Здравствуйте. Вот оно. Поехали. Золотая пилюля. То ли таблетка подействовала моментально, то ли я. Перевозбуждённый мозг не отпускал страх. Что, выпить? Я могу выпить, мать, спасибо. Вот это сюда получается сейчас, как накатим. Раздевайся. Уснул, что ли? Да мать, меня плющит после таблеток. Раздевайся. Я сейчас прям так лягу на коврике перед этой, перед дверью. Интересно, о чём же? О судьбе тяжёлой. Глупости всякие. Она не верит, что меня вырубает после этих таблеток? Она дала мне две таблетки. И, скорее всего, мне прописано было вот этими таблетками и успокоителями пить, допустим, один раз в день. И всё, одну таблетку, один раз в день. Даже вот такому маленькому ребёнку, это уже большая доза. Она даёт за завтраком одну. После этого проходит пять минут, я выхожу на улицу, да? Я вышел на улицу, вернулся обратно, она даёт мне ещё одну чередую таблетку. Мать, ты понимаешь, что я в больнице закончу свою жизнь после этого? Мать, смирила меня подозритель. Подозрительный взгляд. Ты что, тут умирать собрался, что ли? А если ты уволю, напугаешь тварь и напугаешь... О, ты молодой! Иди к собакам, не пугай Олю! Словно сомневался, что перед тобой не радуйся на какой-то притворщики, вершись из лесу. Мать, у меня передозировка, помоги мне, пожалуйста. Вызови скорую, пожалуйста! Я умираю! Когда милиционер про окно спросил. Всё нормально, мам. Она глубоко вздохнула. Хорошо. Мать, передоз у меня, помоги, пожалуйста. Вызови скорую! Ну ладно, пойду телевизор смотреть. Дом будто изменился. Подсускилила диванная обивка. На кафеле в ванной отпечатали следующие чих-то пальцы. Что за таблетки ты мне дала, мать? Ты мне не перепутала с чем-то другим? Лампочки светили иначе. Тускло и жёлто. Даже прикус клюны во рту казался другим. Со второго этажа послышалась мелодия Аладдина. Оля пересмотрела свою любимую серию «Русалочки», переключилась на другие кассеты. Я неспешно разделся и... Господи, аж плохо слово. Я неспешно разделся, задержался перед умывальником, разглядывая в зеркале свое отражение. Словно изучая репус, найти отличие. Организм, угомонись, я записываю видос. Потом поикаем. Микаэль Джексон. И охраняет Оптимус Прайм Кактус. Он прилетел на землю, чтобы оперечь нас от кактусов. Я прошёл мимо уленой спальни и юркнул в свою комнату. Моя фигурка трицератопса, я так и знал, что это он. Я почти знаю все разновидности динозавров, филосерапторы, афро-венаторы, осуждаю, гипсилофорн-донды. Помню, когда мы ещё жили в городе, пошли в кино с родителями на парк южного периода, и я сфотографировался в фойе возле механического тирекса. Он вертел головой и огрушительно рычал. Как же было здорово. А рядом игрушка, трансформер, роботек. Обожаю этот мультик. Когда в заставке разгоняется истребитель, пищат бластеры, можно быть уверенным, что ближайшие 20 минут пойдут потрясающе. Космическая фабрика Зентери захвачена, Рик, приготовься к бою. Я мечтаю стать художником с тех пор, как папа купил мне первые комиксы. Журнал Муха самый крутой. Я особенно люблю большие космические выпуски на планетными монстрами и смешную серию про жандарма. Муха первый с СССР в России и России периодический журнал комиксов для взрослой аудитории. И имел большую популярность в лихие 90-е. Особенность политики журнала был полный отказ от заимствования зарубежных изданий. Все сюжеты и рисунки готовились от отечественных художников. Вот это, я понимаю, кайф, наверное, был самый балдёжный. И вот когда наши начинают делать какие-то комиксы, собственные, советские, балдёжные, это, наверное, прям 10-10 было, если честно. С тех пор рисую всё подряд. Вроде бы получается неплохо, особенно кисик хорошо получился на стене. Когда-то в Мухе опубликовали моё письмо. Может, и мой комикс однажды там напечатают. Днём лес не кажется таким мрачным. Перекрученные ветви деревьев вдали, за снежное поле, между домом и лесом нагоняют сивоту. Иногда я ловлю себя на том, что, забыв про уроки, смотрю в окно на обледенённые кроны. Как странно, я вроде бы отодвинул штору. Твою мать! Я только сейчас ноги заметил. Японский городовой господь Иисусь, за хорошо, что я сейчас это за... Твою мать! Это минус сердечко просто! Зачем так? Зачем существуют люди вообще в мире, которые пугают? Вот зачем их придумал господь Иисусь, а? Да это смешно, да это весело, но не тем людям, которым их вы пугаете. Монстры привидения Ло. Нециклопедия паранормальных явлений издательством Росман. Всё, да, и я узнал и про Лохнесское чудовище, Медосу Гаргуду и Бигфута. А Олли от этих книжки шарахается. Разделы про мостов и пришельцев. Она всё ещё как пролистала вместе со мной. На середине энциклопедии, где Гаврилос про призерков её напугало. Мой прочитал в книгу, я даже поохотился за привидениями. Ну, то-то как и за варежкой. И измерял линейка расстояния... Измерял линейка расстояния, это все детстве делали. Между предметами до столей. Но утром появлялся, не сдвинулись ли они под действием призрачных сил? Не сдвинулись. Хотя, на что и надеялся, что встречу Каспера? Ха-ха, молодой. Так можно Абобу поймать за этой, за... Как их зовут там? Я забыл, за занавеской. Она не смотрит Аладдина, это обман. Это фейк, баг, прикол. Да схватит её за ногу, я ж вижу её. Алё, ну чё за прикол? Охренительное место для пряток. Научи прятаться сестру. Хотя не надо, не учи, она спрячется, потом и всё. И потом всем домом её искать. Опустовал, туда я спрятал варежку. Да. Где же ты, Вова? Достижение открыто. А там я съезжу, в смысле. Как мне достижение? Почему достижение? Право в верхнем углу показываться. А если всё время снизу показывать, чё за бред? Такое простое действие отбило у меня последние силы. Тут я видел, что за что же кто-то стоял. Моя рука бессиленно упала. Лекарство тому виной, пережитый стресс. Но комната колебала, солдоветер додувал стены, как парусину. Сейчас, если ты выйдешь, я пойду на бокс, понимаешь? И там, блин, под какими этими, как успокоительными бы я не был? Там хук справа прилетал бы хорошо тебе. Угли плылись и загибались. Только силуэт между подоконником и гординой оставался недвижимым. Ткань облепила притрившегося гостя. Точно саван, точно саван, подумал я. Оля? Кому же там ещё стоять? Я встал с кровати, облизал пересохшие губы, зубы. Оля, это очень смешно. Силуэт не шевелился. Штора мягко обтекала контуры. Будто не человек, а утопление мрака. Я поделился к шторке. Тук-тук. Что-то стучало отрегулированным таблетками сердца. Митерполе пел с голосом хором. На секунду захотелось вернуться на кровать. Легче просто смотреть на человека со шторки. Знал, что он смотрит в ответ. Так давай так и сделаем. Смотрит не моргая и ждёт, когда ты уснёшь. Пластмассовые кольца зашуршали карниз, когда я рывком одёрнул штору. Попался! Матом можно ответить ей? Да, не, ну молодая ещё. Иди смотри, Аладдина. Я сразу понял, что это ты. И всё, и она расстроилась ещё после этого. Мало того, что ведь меня напугало, меня испугало полностью отрегулированным таблетками сердце моё. Ещё и расстроилась после этого. Молодая. На фоне закатного солнца, надуленной головой, испыкнула ослепительный нимб. Чего? Какой же путь? Словно моя сестра светилась. Когда Уля была совсем крошкой, папа частенько говорит, что она светится от радости. Хотя она вся белая, чел. Я возражал, она же не фонарик, чтобы свиститься. По фактам раскидал отца. После этого он из семьи ушёл. Но однажды поднёс к окну солнечные лучи. Попали на улыбающийся личика. Казалось, я держу в руках ребёнка, сотканного из света. А я всё видела. Ты ногами смотреть умеешь? Ну, поздравим тебя лайком. Что ты спрятал? Оля подбежала к столу и спросила, округлив глаза. Ты что-то украла, теперь прячешь? Да, миллион долларов. Я съезжаю из семьи. Пока, это мой последний раз видимся с тобой. Конечно. Что? Глупая. В смысле, вор настоящий? Висит варежка в лесу. Может, чел отошёл на пару секунд? Ну, по делам ему надо было. Отошёл на секунду, повесил варежку, потому что неудобно варежкой вытираться в лесу. Вырисовывается обратно, а там чел уже какой-то улепётывает к себе домой с варежкой в руке. Орёт, что-то спотыкается, его как будто снег держит. Думает, ну, наркоман какой-то украл варежку. Вор, ты молодой. Сейчас дукалец уже стучит в окно и говорит, моя варежка была молодой. В тюрьму идёшь. Ничего я не крал. У леса склонившегося силуэта за деревьями. Оля, когда хотела быть капризной и напористой. Нет. Поклянись, что никому не скажешь. Тогда покажу. Ну, что-то я, если честно, ну, надо доверять сестре. Ладно, хорошо. Оля заководчески улыбнулась. Ой, ну, понятно, всё. Вот после этого я буду сидеть в тюрьме и сокамерникам рассказывать, что была у меня сестра. Хорошая была, светилась. Вот это не надо. Ты же не знаешь, как жизнь повернутся, оболодаясь. Летва услышана о её старом фильме про пионеров, что мы однажды смотрели. Пионерское движение. А, это про пионеров. Просто собирательное движение детских хомонистических организаций, существовавшихся в разных странах. Воспитань. Воспитань. А, я думаю, просто с большой буквы написано. Такого лагеря называли с пионерами. О, сейчас бы и в лагерь с пионерами, как говорится. И музыкой из Эверлистинг Саммера. Вот оно чудо, вот это моя добыча. Я отведу ящик, и Оля наклонилась от их дыхания. Казалось, там лежала не просто рукавица, как у додиковинный зверёк. Это чья-то варежка? И поэтому я и говорю то, что я не украл. Да, я нашёл в лесу, это Трофей. Она сказала это с такой интонацией, будто сама не могла понять, что это такое. Поэтому варежка теперь моя. Нахрена ему варежка в лесу ночью одному, да, по факту? Ты понимаешь, как опасно гулять в лесу, особенно детям? Молодая, поняла. Сиди дома теперь постоянно, даже в школу не ходи. Ну, наверное, там очень холодно. А ты ещё варежку у него украл, да? Его найдут? Ну, наверняка. Обязательно. Даша, хотя бы тело обязательно найдут, не переживай. Честковый по домой ходит, всем фотографию его показывает. Это самое, это лучшее вообще. Самое лучшее. Нет, чтобы ходить по лесу, прочесывать, искать этого мальчика. Он просто ходит, всем фотографию показывает. Супер продуктивно. Поля с опаской пошла в комнате и впечатала в оконное стекло ладошки. А почему он по домам ходит, а не по лесу? По факту, умная, молодая. Барится? Да. Вопрос застал у меня врасплох. Мельционеры ничего не боятся. Ну да. И лес они прочесали. Да как же мелькнуло в затуманенном сознании. Проявляли ли они в самых потаенных холках детьма и холод и шепот обледенелых ветвей? Мельционер, ткни, я туда не пойду. Чтоб я за это столько не платят. Чтоб я туда ходил. Сами туда идите ищите, вам надо. Допустим, да, но почему тогда не нашли варежку? Или она появилась позже для меня? Да-да-я, я изменил тему. Слово, пытался отвезти Олю подальше, а чаще. Я сам найду пропавшего мальчика. Нам, может, награду дадут. Ты где-нибудь видел, что это тебе сказано? Мальчика найдешь? Молодец. Вот тебе, пожалуйста, возьми с волки пирожок. Иди домой после этого, че. Какая награда? Как в поле чудес. Для того, чтобы получить награду в поле чудес, тебе нужно угадать три буквы. Как минимум, три буквы надо угадать. Выйти в финал с очками, чтобы ты не был банкротом. Выйти в финал. Выиграть финал. И чтобы у тебя было больше ста очков, чтобы тебе хотя бы не какой-нибудь, не знаю, открытка маме домой, да? За 100 рублей. За 100 очков, точнее, чел. Ты что, никогда не поле чудес, что ли, не смотрел? Это суперскам программа-то. А у него, кстати, зайчик этот, как у Худи с зайчиком. Только сейчас заметил. Вот это я внимательно качал. Ёва же. Да обалдешь. Есть столько слов в жизни, я не знаю, чтобы поле чудес выиграть, мужик. Оля словно не слышала меня. Она тихо спросила и буравила ли взглядом немательный каких-то удивительных взрослых глаз. Что, если эта сова его утащила? Ну, смерть тогда будет жить либо с совой в лесу, либо умрет голодой смертью. Не рунда. Не может сова поднять человека. Та такая огромная, которую Оля видит, может. Я тщательно подбирал слова, вытаскивал их силком из переутомленного мозга. Ты в лес не суйся. Мне кажется, он какой-то... Лесной. Как бы сказать, проклятый, что ли. Да по факту. Как в сказке? Да. Нет, скорее, как на той страшной кассете, что родители прячут. Оля поюжилась и украдкой выглянула в окно. Я видела, как ты убегал. Видела, кто за мной бежал? Такой, никто за тобой не бежал, малец, успокойся. За тобой кто-то гнался? Так если ты видела меня бегущего в окно, ты видела, кто за мной бежал, нет? Нет. Если там никого не было. Чтобы мама не волновалась, спешил домой. Поэтому я так орал с варежкой, да, бежал, кричал, убегал, спотыкался, естественно, чтоб мать не волновалась. Она в окно смотрит на меня, как я убегаю от какого-то невидимого чела под шизофренией. Она такая, ну, чтоб не волновалась. Я смотрел на сестру и сердце обливалось кровью, как товарищка. До чего она хрупкая, как легко погасить этот свет. Подует ветер и затушит лампату. Хорошо тебе. Да, базаришь. Меня вот мама не пускает даже на крыльцо. Так она меня и не пускает, ну я просто смелый. Как принцесса в башне сижу. Никуда не могу выйти. А, это фейерверк. Я думаю, там что на улице происходит. Ну так если ты все время видишь сову, которая живет на улице. Так, я понимаю, что праздник, народ. Но тебе это, тут страшная игра. То зачем выходить на улицу? Если бы у меня была огромная сова, которая смотрела бы все время на меня в окно. Я бы никогда в жизни на улицу ни под какими предлогами вообще не вышел. Даже если принц приехал, да, лепцо процентов не вышел тогда после этого. Тогда я умру тут от скуки. А, естественно, с собой на улице сто раз веселее. Ну пойди погуляй с ней тогда, что ты боишься и орешь по ночам бегаешь ко мне. Иди сгуляй с ней. Алло. Не придумывай. От скуки еще никто не умирал. Чел, я тебя расстрою. У тебя же есть я и мультики, а мама с папой скоро помирятся. Если это Алладин на все случаи в жизни. Знаешь, чтобы я загадала на следующий день рождения? Ну. Чтобы родители тоже в детей превратились. И мы бы все вместе играли, как раньше. А деньги бы мы откуда брали? Не, желание, конечно, покерское. Я ничего не против. Ну кто бабки зарабатывать-то будет? После этого она будет сидеть и думает, блин, ща бы, не знаю, пельменей хотя бы, которые все ненавидят в этом доме и осуждаю. А хотя бы суповой набор погрызть просто. Ага. А если бы они стали размером жука, то мы бы их в спичечный коробок посадили. Как в том фильме, да. Мама, мы уменьшили себя. Или как это называется? Дети, мы уменьшили себя. Она хихихнула и потянула меня за рукав. Доша, пойдем Аладдина смотреть? Пойдем, я пойду Аладдина смотреть. Я посмотрел Аладдина. Усталось было сильнее желание побыть с сестрой. Меня одолевала какая-то гнусная апатия. Ой, ты сюда. Вымотался я. Что-то не хочется. Так пойди с сестрой, начни смотреть Аладдина. После этого заснешь там, чел. Ну ты какой-то вообще... Ой, молодой. Ну пойдем. Пошли смотреть Аладдина, а потом поспишь. Ну так я сяду, усну, давай пойдем. Можно выбрать другой мультик, который ты еще не видел. У нас есть кассета, которую мы смотрели 150 миллионов раз. Какой мультик я не видел? На той запрещенной кассете. Я все наши кассеты наизусть знаю. Да пошли смотреть Аладдина, че ты душный такой. Вот они все. Ты Питера Пэна не видел. Погнали. Вот, давай я усну, пойду еще раз на середине. Да ты шо, почем? Давай попозже. Рассказать тебе, чем все закончилось. Спасибо, вот, сестра. Так никогда в жизни не делай, да? Пошли, Питера Пэда, смотри, че ты душный такой. Утром расскажешь. Ой, душно. Поган. Утром не захочу. Пошли, Аладдина, смотреть, мужик. А давай в прятки. Ой, я пойду в чулан спать, лет's go. Нет, Толь. Да пошли. Вообще. Тогда нарисуйся. Нет, динозавра. Let's go. Оля, блин. Нарисуй, нарисуй. Доставь ты меня в покое. Ну все, смерть. Угу. Салва, сорвись у меня с губы, я даже опешил. Прежде чем, как я не прикрикивал на сестру, ошеломлено на улью, ставить с нами. Ну-ка, ну все. Ты взрослый, как взрослый уже. Чмо? Аладдин со мной пошел смотреть. Сама не пошел играть. Чмо? В жопу иди. Губы задрожали, предвещая неминуемые слезы. Ну все еще и мать, перешли. О, ты же, блин, скатына. Лучше б тебя собаки подрали на улице, поганые. Годливая сестри заклокотали в груди. Что со мной происходит? Это таблетки, чел. Даже таблетки на него не действуют. То есть если это успокоительный, жесткий, который он выпил, две таблетки. За ближайшие пять минут. То есть это там вообще можно уснуть и не проснуться. Больше никогда в таком юном возрасте с такими золотыми таблетками. И у него все равно еще как-то хватило сил даже заорать. Что за таблетки? Что поехавший мужик какой-то? Я запишу опередить Уллин плач и заплакал сам, да? Давай смотреть мультики, только недолго. И надо было для этого доводить сестру до слез. То есть у тебя значит были силы смотреть Алладина, и надо было довести сестру до слез, чтобы после этого пойти смотреть и уснуть под Алладина. Ой, мальчик, это флан, ты молодой. Уже не хочу. Ну джопи, иди ты, чел. Я подошел к ней и положил ладонь на мягкие волосы. Пойдем, Питер Пену посмотрим. Ага, ты опять уснешь. Ну в этом и план, в этом и хитрый план. Я под таблетками, понимаешь, дорогая? Как бы я ни старался, я усну под Питера Пена. Это таблетки, они работать должны, и они работают. Я усну в любом случае. Я улыбнулся и поднял ее подбородок, глаза были мокрыми бездонными. Не усну, обещаю. Да, 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 таблеткам это расскажешь, в двойной дозе. Потом я взял отрицератопса нарисую. Ага, сто раз. Ура! Трипи! Сыри! Попса! Трипер нарисуй, не переживай. Она прочел руколом глаза и засияла улыбкой. Давай ты пока кассету перемотаешь, а я у мамы попрошу сгущенки с хлебом. Нифига себе, она тебе просто так сгущенку с хлебом отдаст? Молодая, ты... Не, ну конечно, может она выпросить. Не, ну если ты выпросишь, это будет Покерс. Ну хотя бы мне один хлеб оставишь, пожалуйста. А я сейчас начну кассету перематывать. Звук, магнитофон, ты такой успокаивающий. И слюду пустил. Только утром свежий привезли, как ты любишь. О, свежий хлеб это я люблю. Свежий хлеб это Покерс. Неси, только аккуратнее, а то разольешь. А, не, сгущенка наоборот вареная не выливается из этой. Да, все, я... Ошибка вышла, иди нахрен. Я знаю, да. Я знаю, что если сварить сгущенку, она будет тогда густая и не будет выливаться. Ну так возьми сгущенку и открой ее, когда ты принесешь ее. Возьми с... А, она скажет, а нельзя маленьким девочкам? Это я про маме говорю. Нельзя маленьким девочкам? Вот этот вот гаечный ключ, которым консервные банки открывают. Не помню, как он называется. Им нельзя маленьким девочкам с ней бегать по дому. Поэтому открывай здесь. Поэтому она пойдет и разольет всю сгущенку по дороге. Спорим, не разолью. На что спорим? На деньги давай поспорим. Это плюс деньги. Гассета где-то в тумбочке. Поищи пока. Она исчезла в дверях, а я поплесся в середине комнаты. Плюс сова получается, да, насколько я понимаю? Ну окей. О, сюда денюжка. Свиньяка... А сколько время? 33.11? Найс время, любимая моя. Плюс, а что нет такого-то, что типа в России все деньги хранят не в банке, а все не в копилке. Может заграничные не знают, что такое свинья копилка. Плюс собирать деньги настоящего щенка. Так как папа говорит, что содержать его будет дорого. Ну так блин, ты сколько собирать будешь? Ты тогда старости забирать будешь, молодая. Ты не знаешь, сколько щенка дорого содержать, если честно. Содержать щенка невероятно дорого. То есть это то самое чувство, когда ты покупаешь себе какую-то вещь. И ты у себя в голове не просчитываешь тот момент, что ты ее покупаешь не за цену икс, а за 2 икс. Потому что ты будешь еще содержать эту вещь точно так же. Сижу душью, да? Сори за мат. Бесчетные Олины игрушки. В смысле бесчетные Олины игрушки? Тут 3 игрушки у нее всего, чел, угомонись. Зареник главное старый плюшевый медведь. Оля без него не засыпает. А когда спит, зарывается носиком в его мех. Милота получается. Ну милота получается, сюда милота. Ну сейчас в окно посмотрим, а там смерть. То самое жуткое окно, за которым каждую ночь Оля видит проклятую сову, каркающую в темноте. Так блин, закрой шторы. Не, ну хотя если она каркает, она слышит, открывает и пугается еще больше. Логично. Не умоле держит шторы раздвинутыми. Но в сумерках плотно зашторивают окна, чтобы не видеть глядящих снаружи жадный глаз. Да она не зашторивает их, мы ж видели, видас. Старый телевизор фотон пылится в углу. Оставалось щелкнуть кнопкой на передней панели. Let's go. Любимая передача моя. Хинескоп сильно нагрелся, на черном экране привычно заплясал белый шум. Подтянулся, включить видеомагнитофон, как вдруг ляп улеглась и на мгновение выморнула размытая картинка. Без ногом? Да твою мать. Это был врач, это южный лес, точности такой же, как у меня с окном. Искажение разделяло экран прямо посередине. Это звуки таюжного леса? Бульба-ба, бульба-ба, ну бульба-ба-бу-бу-бу-ба получается, да? Ха-ха, стабильные. Ха-ха, шумный леса, МП3. Даже миди я думаю, потому что МП3 тогда не было в то время. Из динамок это досил «ЪЛЕЩа ЗЛОВЕЩЕЙ». Два похоже на человеческую очко, да бульба-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу получается. не прошло несколько секунд как пейзаж словно замену помехами неужели ловит новый сигнал непонятные сигналы со странных кассет ловит телевизор на место в телевизоре показывают только советские мультики да это очень редко я всегда смотрел роботек перед школой вот же было здорово может пошевелить антенну вдруг поймают устанавливать старый канал но с другой стороны оля просил найти кассету не хорошо будто и опять расстраивать и это сонливо сил нет все делать с копом сюда открываю там блин этот волк да сидит для коллекса бегемотиков из киндер сюрпризов да камон вот это богатая семья какая-то если честно тут еще какие-то непонятные эти сим-карты левые лежат до 1 дом от 1 дома какого года один дом а мне бы как посмотреть сейчас я даже посмотрю да блин не подми четвертую часть 1990 год я вытряхну из коробки черный прямоуголь сюда черный прямоуголь не были андия и крюк понимаю зашушала пленка перекручивая к началу и шелест убаюкивал меня сидящего на корточках перед экраном окутала дрюк ну как бы тебе и сказал и пустил слюну чел голове завертелись образы у соли летим над лесом кувыркаемся на мягкое перенье балков сестра смеется я улыбаюсь но улыбка с каждой секунды все натянуте я замечаю что пока раздвинулись на даме внука щитили сосны между деревья хлопает болотистая тьма а крылья уже не могут удерживать нас и воля да я перематывают нет смотрю сижу уже половину фильма посмотрел лишь какой интересный твою мать я думал башка в руках сестры был поднос криво нарезанный хлебом и целая банка и сгущенка она даже хреб прелезать умеет нифига себя и даже чай еще спасибо я против глаза садись так он же на работу уехал куда они ругаются по телефону он позвонил с работы до с работы при позитку алё жена тыка ты знаешь что ты творида кстати да я уже пять минут тебе это не говорю на экране в энди убирала комод тень питера пена 1 висе улю веселила мультяшная собака нена что это происходит сзади там на входе зубы таком питер и пенни это явно не собаку что вот это вот такой это явно не собака наверно собаку конечно сто раз купят ты чем кормить его в небыляндии больше каша понимаю то что там ее пряниками будешь кормить то они не едят пряники даже в небыляндии ну хотя бы короче пусть она в небыляндии кормит и оля намазала хлеб толстым слоем гущенки вручила мне бутерброд эти еще и сгущенку переводишь ну же блин а ты не со мной жила в 12 лет все молочные зубы уже ну ладно или в одиннадцать скукаем улица бучина нахмурилась так он и в небыляндии живет и целыми днями с этими со своими братанами гуляет по лесу естественно у него все молочные зубы есть ну не пустят по факту мы что-нибудь обязательно придумаем мы взрослые зубы тебе вырвем и молочные ставим не переживай дорогая у меня нет паспорта мало у меня нет его еще чего это папа будет документ а ему 14 что ли уже 14 ну ладно олег уснула бутерброд и сказала с набитым ртом вопрос на миллион зачем советском союзе менять возраст паспорте чё ладно окей смотри уши вырастут как у дамба а ну то есть он может вообще таком поддельными документами занимался и поэтому его с работы выгнали скажи спасибо что он еще и не лес валит где-то в сургуте а может он поэтому и свалил что он работал бухгалтером менял документы свалил в какую-то лесную глушь и вот тут никто не найдет он же по документам нет то что у него здесь и у него жены или у него самого бабушка здесь жила в этом доме и ни один мили в милиционер приехал кого тут вова потерялся тут огромный дебрит и вова живет если честно молодые люди сестра замолчал теперь она уминала хлеб то любят наблюдая за похождениями питер за проождением пена фи динь-динь и джеймса крюка словно действительно переместилась сказочную не были андио что греха таить я часто представляла себя там стоит господи где не взрослеют не ссорятся из-за пустяков они слушают ночами ругань за стенкой звон посуды так там тоже в книжке не ругались с венди они же посрались там я будто задремался открытыми глазами реальность вернулся резкий уклик сестры а плюс сова да то есть мы до ночи сидели мы сидели смотрели и опять снова пропустил всего питера пена зачем никто же на тебя не смотрит и сейчас она убирает головы там сова да ну сейчас я подхожу к стеклу и там плюс сова и ем оба бомба старался при этом не смотреть наружу на пике сосен на тайгу который сумерках словно приближалась к дому хотя конечно лишь корябящий снег тени создавали впечатление что сосны двигаются да и папа думаешь что ты думаешь по сову хорошо считает папа молодец бухгалтер на пробу купим тебя фотоаппарат на день рождения вместо собаки да но если учила старшего вот такие вот признаки существуют в голове уже в таком с юном возрасте то скорее всего и у нее должны быть такие признаки и от наверно думать то что это все от бабки прошло который горюбой гробик мой любимый гробик я лягу в тайгу и буду спать в тайге всю ночь оля порывисто взяла за руку посмотрела в глаза словно пыталась передать каплю смелости уверенности но если качество вам не самом верю слышишь ты только родителям больше не рассказывай про сам я тебе тогда поверю да ты никому не рассказываете поверю тогда они только рассердится ты мне говори если что случится и в окно не смотри хренаси шо за кинг какой-то усовый стран она хочет чтобы ты на нее смотрела перехочет притвори что ее нет и не было никогда что она выдумка как родители говорят с болезнью так не работает чел если ты притворишься что этого нет она не уйдет никуда да по-любому а так играть я уже у тебя в голове два года живу и тут что-то ты блин меня не заходило в глаза посмотри пойду к другому мальчику в другой девочки маленькой расстроила ты меня тварин откуда ну ладно не уходи прости пожалуйста и все и уснул сразу проснулся шторы задернул и уснул отец сестра украли хейтеры мы сидели за приключениями петра пена и будто ничего не леса который похищал детей не родители которые поедали друг друга чего а поедали другого по кусочку когда группы у липы у липы у лепятого от кокодила капитан пен направлялся в лондон за на золотом паруснике чудом я пересидел сестру или навеки слипнет и она засыпела пустив подбородок на изголовье кровати не встал осторожно и покинул детскую я посмотрел в окно изучая поле когда мама заглянула ко мне на хрена ты в окно чекаешь вот зачем учебу баба довольно то есть прошлой ночью когда оля смотрела русалочку на полную громкость 0 эмоций от матери всю ночь хорошо было да а сейчас неожиданно драсти довольно баловство первый день в школе классная знаю жизнь тебе надо выспаться не хочешь же ты чтобы тебя все дразнили сони ой ну это самое страшное чем тебя могут дразнить школе прям вообще как будто не училась школе мать ты чё издеваешься что ли и быть самая популярная в классе было как же у взрослых все просто да словно мой крепкий сон будет залогом того что я понравлюсь одноклассникам естественно по любому натянув одеяло по горло я слушал как бормочий дом как-то в углах шушит кто-то невидимый внутренний голос задался вопросом хочу ли я снова услышать ту странную флейту да или нет возможно я взрослению когда не смогу понять себя и свои желания лед стенал за преградой стен лес точнее что-то без бесплодной бродила по полям шевелились ветви будто звали и ветер выл и выл в ночи если как-то сулевые мухи что-то лезли в голову становилась вялыми и путанами а сам не заметил как правило со мной смерть вот и смерть настоящий детектив получил достижение и все-таки он настал первый день учебный когда я боялся больше всего эпизод 2 время поиграть время пострелять если ты хочешь больше тени-буни то обязательно ставь лайк подписывайся на канал делись эти видео со своими друзьями и пиши комментарии что ты хочешь больше тени-буни люди которые стратируют мой канал на тир-2 спасибо огромное этим людям и всем людям которые спонсируют мой канал вы действительно помогаете канал спасибо вам за это огромное увидимся с тобой в следующем видосе удачи тебе и пока